Председатель Люберецкой общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Нины Белоусовой, 85. В её адрес в эти дни прозвучало много тёплых слов. Поздравить юбиляра приехал в Томилино и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Вас приветствую. Я рад вас когда видеть. Спасибо. Вы молодец. Вы нам сейчас расскажете, как вам удаётся в этой форме. Глава округа поблагодарил Нину Фёдоровну за многолетнюю общественную работу и вручил знак отличия «Благодарю». Люберецкую организацию бывших несовершеннолетних узников фашизма Нина Белоусова возглавила 23 года назад. Тогда в неё входили более 500 человек. Сегодня только 102. В их числе и Нина Фёдоровна. Ей не было и четырёх лет, когда началась война. Но самые страшные эпизоды остались в памяти. Жгли нашу деревню полностью. Нас немцы выгнали на улицу, а деревня – сто домов. Вот мы стояли на улице, а дома горели. Жить стало негде. Семью приютила знакомая в соседнем селе. Но и здесь было небезопасно. Когда мимо дворов проходили немцы и полицаи, местные жители прятались. Выгоняли всех из подвалов и вот шли по улице и расстреливали. Всех. Мы остались живы. Почему? Потому что не успели выйти. Вот первые, кто вышел из подвала, вот бабушка наша была расстреляна в этот момент. Вот. А мама нас прямо в охапку и обратно в подвал. И мы остались живы. Кого не убили, фашисты погнали в сторону Белоруссии, Польши и Австрии, где заточили в концентрационные лагеря. Нине вместе с мамой, братом и сестрой ужасы концлагерей удалось пережить. После окончания школы Нина Белоусова перебралась в Подмосковье. Работала на электровакомном заводе и на предприятии «Лазурь». Когда вышла на заслуженный отдых, стала собирать информацию о бывших малолетних узниках концлагерей. И через два года издала книгу. Для Нины Федоровны важно, чтобы никто из тех, чье детство опалила война, не был забыт. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.